Он устал уже. Эти кадры, снятые на камеру мобильного телефона, моментально разлетелись по соцсетям. Белый медведь, приплывший на льдине с Чукотки, спокойно разгуливает в селе Теличике Камчатского края. Кто-то восхищается краснокнижным умкой. Красавец. А кто-то всерьез напуган. Ведь зверь дикий и непредсказуемый. Хотя местные жители руководства северного поселка не жалуются на его поведение. Агрессии по отношению к людям и животным умка ни разу не проявлял. Он молодой, ему года два, наверное. Ну, естественно, он уставший, потому что его, говорят, видели, что он из дешевого, с Кенжинского района. То есть, получается, он очень большое расстояние сделал. Естественно, он устал очень. Впервые этого белого медведя заметили в Теличиках 14 апреля. В этот же день, в воскресенье, в сельском поселении была создана межведомственная оперативная группа, куда вошли сотрудники МЧС, МВД и активисты-охотники. Они осуществляют патрулирование, наблюдают за этим зверем. Ну, и стараются его отпугнуть, отогнать от поселка. В воскресенье принимаем меры, повлияли на это, что зверь ушел в море и уплыл. Но 15 числа опять появился в границе с села Теличики. Местным жителям рекомендовали не кормить медведя. Однако, людям жалко осиротевшие истощенные животные. И они всячески пытаются ему помочь. Периодически подкидывают животному рыбы. В агентстве лесного хозяйства сообщили, что шансов выжить на Камчатке у медведя нет. Районные же власти уже обратились в Министерство природных ресурсов страны. За разрешением на отстрел животного, если такая необходимость возникнет. Глава же региона дал поручение принять все необходимые меры для спасения белого медведя. Подготовлено обращение в адрес министра по чрезвычайным ситуациям Зиничеву Евгения Николаевичу о выделении авиации МЧС для перелета до Теличиков вместе с ветеринаром и охотоведами. В случае, если будет министерством по чрезвычайным ситуациям принято решение о выделении вертолета, хотя это не свойственная им функция, но мы знаем по опыту в Уссурийске, они уже спасали животных из зоопарка. Надеюсь, что и здесь нам помогут. Мы готовы обеспечить заправку воздушного судна за счет средств краевого бюджета. Краевые спасатели уже начали подготовку к этой операции. Они привезли из Елизовского зоопарка клетку. До завтрашнего утра клетку необходимо подготовить для перевозки животного на вертолете. Мы сейчас ее должны усилить, чтобы у него высота не превышала метр шестьдесят, ширины полтора метра. Главное условие, чтобы были размеры, чтобы она попала на борт вертолета, чтобы она была безопасна для медведей и, соответственно, для людей, которые будут работать с ней. Она будет вот так немножко ниже, соответственно, не будет колесиков. И вот эта дверь, вот эта стена превратится в откидную дверь. Вот здесь будет засов, его веревка с безопасного удаления выдернут. Дверь полностью упадет, и медведь получит возможность выйти наружу. Чтобы Камчатский умко нормально перенес полет, специалисты планируют временно его усыпить, а после поместить в клетку. Доставив его на Чукотку в районе мыса Наварин, хищника выпустят на волю. Рисона Атыпова, Иван Родин, информационное агентство Камчатка.